Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Кирилленда Юлия Николаевна. Я являюсь представителем философского факультета и ведомую дисциплину «Философия» в ютубе бакалавриата. И сегодня я расскажу, как мы организовали промежуточную аттестрацию. Ну, условно, я разделю мой рассказ на две части. Первая часть связана с тем, что мы изначально ввели еще до начала семестра байно-рейтинговую систему. Байно-рейтинговая система имеет плюсы и для преподавателей, и для студентов. Начну, плюсы для студентов. Во-первых, студент может выбирать те виды деятельности, которые наиболее подходят ему по характеру. Да, мы требуем посещения семинаров, но при этом, если у студента нет желания говорить на семинарах или что-либо еще таким образом проявлять свою активность, он может баллы получить и благодаря письменным работам, и благодаря рандомным заданиям, или благодаря, например, участию в конференции и в олимпиаде. Дальше. Во-вторых, студент может в режиме реального времени отслеживать свои баллы, понимать, на какую оценку он претендует. Данную функцию мы реализовали с помощью Google таблиц, потому что преподавателей у нас много, студентов еще больше, и таким образом Google таблицы позволяют, ну, скажем так, удовлетворить всех. С одной стороны, у преподавателей есть Google таблица, и каждый из них ведет лист, свой лист, как он захочет. С другой стороны, у студентов есть связная таблица. Связная таблица, она, по сути дела, привязана к таблице, которую ведут преподаватели, и все оценки, которые представляются там, возникают в связанные таблицы. Но связная таблица, она уже доступна только для просмотра студентов. В результате они каждую неделю понимают, сколько им осталось для желаемой оценки, и могут ранжировать свои виды детей. И думать, на что им следует концентрировать внимание, а где уже можно ситуацию расчистить. Дальше, клятые преподаватели. Преподаватели, во-первых, снижают количество тех студентов, которые приходят на традиционную форму дачи. А в рамках инвестиционной формы это еще один дополнительный плюс. При этом тем, кто получает оценки 3, 4 или 5, преподаватель уже уверен, что эта оценка вполне заслуженная, потому что каждый из видов деятельности был оценен. Каждая из тех была также оценена, то есть в вопросах объективности или справедливости то и оценки для студентов в книге. Соответственно, дальше. Дальше для преподавателей это возможность ранжировать различные виды деятельности и указать все виды деятельности, которые он хотел бы оценить в рамках субстан. Здесь, ну, из интересного, что мы изделили такой элемент удачи в учебе. Это так называемые рандомные задания. Первоначально они, скажем так, задумывались с нами для поощрения тех студентов, которые будут ходить на семинары регулярно. Без предупреждения. Когда студент приходит на подобный семинар, преподаватель объявляет, а у нас сегодня рандомное задание, дает очень короткое задание на 5-10 минут, которое также легко проверяет. И при этом за него студент может получить достаточно большое количество баллов. Ну, в общей структуре байна-рейтинговой системы. Приход на дистанционную форму, соответственно, перевел эти задания в Moodle. И здесь Moodle тоже отличный помощник, потому что в том ворохе контрольных проверок, которые сейчас есть, рандомные задания имеют смысл, и мы имеем возможность ввести через инструменты Moodle Moodle, который не предполагает проверку задания преподавателям напрямую. Это тесты, это разговоры, ну и еще ряд инструментов, которые, опять же, исключают преподавателя из проверки. Что, опять же, в рамках того, какая нагрузка на нас сейчас валилась, очень даже не было. И, наконец-то, дальше. Чуть-чуть о том, точнее, о тех, кто все-таки дойдет до традиционной формы сдачи. Традиционная форма сдачи нами также была задумана как способ проверки студента на разных уровнях. Поэтому у нас мало вопросов, но, видите, будет три. Итак, первый вопрос будет по лекционной части. Лекционная часть, она самая простая, по той простой причине, что вопрос сформулирован вообще, и информацию легко найти и в интернете, и плюс все презентации всех преподавателей выложены. То есть здесь студенты, когда готовятся к первому вопросу, не представляют никаких сложностей. Второе уже сложнее. Второе по практикам, второй вопрос по практикам, по книгам, которые мы прочитали. Конечно, какую-то информацию о книгах, которые мы прочитали, они могут найти. Но детально ответить на вопросы они уже не смогут, и это от них потребует уже гораздо больше. И, наконец-то, третий вопрос. Третий вопрос в виде такой философской задачи. Здесь от них потребуется и владение терминологией, и знанием того, как там информировалась какая-линая философская проблема, и чтение источников. И, соответственно, третье задание. Писать отсюда-то будет достаточно сложно. Плюс мы помним, что все лучшие, они уже получили свои оценки благодаря вайно-реактивной системе. И, соответственно, массовая передача, ну, скажем так, ответов на вопросы, ну, она как минимум снижена. Вот, в принципе, остальные моменты. Каким образом организовали премьер-почечную администрацию? Продолжение следует...